Канал Очкозатор ТВ представляет Короче говоря, я познакомился с друзьями брата Я делал задание по философии Тишина и спокойствие, никто не мешает Длилось это недолго Меня потревожил звонок в дверь Я посмотрел в глазок Было темно Спросил кто там Они представились грабителями Я очень сильно испугался Взял нос Эй, я вооружённый опасен За дверью послышался смех Оказалось, что это был брат и его друзья Я открыл дверь Какую я посмотрел на них Они смеялись Долго смеялись Я не понимал в чём дело Но потом один из друзей брата мне сказал Чувак, ты облучился А я был готов к этому Нечего смеяться Вы посутили Грабители, грабители А мне после вас стены менять надо Они засмеялись ещё громче Я ушёл, закрылся в комнате Поменял штаны И продолжил выполнять задания по философии Прошла одна минута Две минуты И тут очень громко заиграла музыка Я не мог сосредоточиться Ждал 10 минут 20 минут Моё терпение лопнуло Так продолжаться не может Я был настроен серьёзно Зашёл к ним в комнату Хотел сказать Быстро выключаем музыку И стартуем к выходу Но я сказал Ребят Малой, чего тебе? А можете чутка Тише музыку сделать? Чуть-чуть Друг брата сказал Чтобы я шёл отсюда Только в грубой форме Обидно Но тут брат его успокоил И предложил мне Присоединиться к ним Я хотел отказать Но подумал Что с такой шумихой Философию доделать Всё равно не получится И поэтому согласился Оказалось Что они весёлые ребята Я захотел влиться в их беседу Посмотрел на Гопника Гопник посмотрел на меня, я подумал, что опять обмочился, посмотрел на штаны. К счастью, они были сухими, и тогда решил с ним заговорить. А ты знаешь, что съеденные в больших количествах семечки могут вызвать изжогу, а еще... Он перебил меня, сказал, что если я не помолчу, то мне придется покупать новые очки. Денег на новые очки у меня не было, и поэтому я решил помолчать. Брат сказал, что надо покушать, но холодильник был пустой, поэтому они решили заказать пиццу. Он пошел за телефоном, его друзья переключились на меня, спросили, чего я такой грустный. Сказал им, что я весел, они мне не поверили, решили поднять настроение необычным способом. Предложили хребнуть какой-то волшебной водичке, хотел отказать, но любовь к экспериментам победила, и я согласился. Было интересно, что это за водичка такая волшебная, попробовал, ну и гадость. Они сказали, что подействует через пару минут, прошло три минуты, и правда, стало весело. Мы смеялись, болтали, гопник не был уже таким страшным. Прописал ему под затыльку, он посмотрел на меня, я занервничал. Он улыбнулся, я успокоился. Решил показать им мастер-класс по танцу. Парни хотели поржать, и поэтому с радостью одобрили мою идею. Я поднялся с дивана, закружилась голова, и я упал. Что тут плохо выглядишь? Вот, выпей, полегчает. Такие заботливые. Хотел выпить, но не успел, в глазах потемнело. О, пацаны, у меня есть идея. Короче говоря, я познакомился с друзьями брата. Если тебе понравилось это видео, ставь палец вверх. И не забудь подписаться на мой канал. Каждую неделю я буду радовать тебя новым видео. Для того, чтобы его не пропустить, нажимай на колокольчик, рассказывай о нас своим друзьям. И удачи тебе. До новых встреч, мой друг. Субтитры сделал DimaTorzok